всем привет привет садимся кушать у нас уже время к обеду близится сделали такой салатик из остатков продуктов здесь у нас пекинская капуста красный лук огурец еще помидорка желтенькая даже чуть-чуть есть вот здесь у нас подогрелось мясо вкусненькое сейчас буду кушать вова еще варит лапшу я лапшу не хочу я буду просто мясо и салат милена у нас еще спит сегодня плохо спала всю ночь кашляла сейчас вот дрыхнет еще всем привет это у нас уже следующий день в общем вчера мы так ничего и не снимали не до снимали потому что мы вчера попали в гости ходили в гости к нашему родственнику сейчас садимся кушать завтракать у нас тут есть вареные яички есть такая грудинка есть салатик консервированные персики сегодня будем варить борщ купила две куриные грудки здесь кошкам в общем у нас тут такой бардак посуда сейчас будем все мыть все убирать а мы так спонтанно попали в гости значит у меня вот есть крестница настя и мы ходили в гости к ее папе вот мы дружим он живет сейчас один вот и ему вчера было видимо скучно грустно настя он отвез маме и позвал нас в гости но сначала посидели у нас потом у него там строительство значит он построил ну как пристроил к дому пристрой там делал ремонт и мы сначала посидели у нас потом пошли к нему смотреть как он там обжился а там рядом гора огромная как бы такой обрыв как он называется овраг вот и там как бы нет никого только местные иногда приходят катаются и вот мы вчера у него взяли ватрушку снегокат и туда пошли кататься с этой горы и вот я сегодня встала у меня все болит руки попу отбил в общем вы вчера летали с этой горы как ненормальные вот и в общем сегодня так не очень себя чувствуешь такое ощущение что я спортом вчера занималась ездила на велосипеде там штанги я не знаю поднимала там 100 килограммовый такое ощущение что я вот просто у меня везде внутренние синяки как бы наружу них не видно но по ощущениям она так как будто я вся побитая вот так что сейчас мы садимся завтракать наливаем чаёчек позавтракаем и будем варить борщик вчера купили все на борщ думали еще вчера варить борщ а так как мы вчера ушли в гости ничего не сварили вчера купили хинкали так накрыли на стол нарезочку всякую сделали а ничего такого не варили поэтому больше у нас перенесся на сегодня сегодня будем варить и кушать давно не варили борщик дали русик нет просто куча белья которые нужно снимать убирать потому что у меня там постиралась еще куча белья в общем стирки что-то за праздники полно накопилось и постельное белье поменяла и маечки всеми ленкины собрала все белье левины в общем надо все стирать убирать прибирать уже потихонечку дом готовится к рабочей неделе с 4 числа уже очень много людей начинают работать и я в том числе я начинаю с 5 вот поэтому надо все перестировать все убирать сушилку уносить отсюда на свое место здесь она у меня временно стояла пока праздники шли вот леринах только вещей постиранных целая стопка в башечка в которой лера была на новый год тоже сразу постирала красиво очень она смотрится так мне понравилось так что сейчас это все сниму и новую стирку вешать поставила варить грудку куриную здесь у меня две грудки на борщ и конечно так никогда не делаю с курины грудка никогда не варю стараюсь борщину что было с тем и готовлю неохота никуда ехать там он у меня в тазике тряпка сейчас буду мыть полы вот сейчас тюль сниму на стирку хотел еще перед новым годом снять постирать не сняла подушку что ли опять снимать стиратели что делать я беру себя вот такую вот губочку сухую чистую губку сухую подушечку таким образом убираю шерсть от кошек если она здесь есть есть собираются каждый день вот так делаю собираю шерсть потому что кошки у нас с этих стульев вообще не слазит более им тут нравится наверное за стилью скатертью стол давно не застилала какой-нибудь застилю или зеленый или светлый смотрим хочу клетчатую застилить я ее так еще и не отдала никуда чтобы мне ее маленько не маленько половину подрезали а так я ее кладу она у меня свернутая получается что-то я сегодня сопливлю вчера маленько подпростыла но кувыркались то ли что сегодня вот уже нос себе закапала люблю чуть-чуть какая-то длина убери-ка ручки маленько нормально зажопилась я зажигать эту новогоднюю свечку на новый год не стала ее портить мне нравится так в качестве интерьера не захотела я ее зажигать и портить хотя бы 2 и уже хорошо смотрится по-новому когда есть всякие разные скатерочки можно с легкостью менять интерьер хоть каждый день получается как будто все по-новому и как-то хорошо прям надо было мне наверно на другую сторону пятнышко какое-то я в трассе пользовалась уже дискотерки потом не постирала убрала мне показалось на чистое сейчас вот смотрю 10 пятнышки какие-то ладно сейчас попользуемся не так долго и я потом стираю ее туда уже сразу наш борщик готов все садимся кушать я вчера сметану такую пиалушечку выкладывала и так и не съели вчера кушали хинкали сюда добавить доча есть хинкали если чё потом поедим хинкали сейчас борща поедим а потом поужинаем уже хинкалями хорошо есть так значит что нам нужно еще сметаны достали ложки вова милена кушать идем борщу не нужно остывать он потом будет невкусный сметанку положите он уже будет не горячий как можно кушать борщ холодным ну хотя тоже неплохо ну я люблю только сваренный борщ кушать до лера лера тоже так что садимся кушать борщ что может быть прекрасней борща на обед домашнего вкусного кстати с куриной грудки получилось тоже даже очень классно поэтому всем кто с нами обедает всем приятного аппетита решили мы у нас сегодня какой-то несусветный голод решили наелись борща на часу не прошло мы хотим опять есть или блины вчера покупали хинкали вермолинские полуфабрикаты классные очень вкусные точные вов вы будете хинкали кто-нибудь ну холодный потом очень вкусно кушать ты не будешь но опять свою тебе ладно так и решили мы сварить хинкали охота со сметанкой да что-то больше не вдохновил решили сварить хинкали так елизаветик и сегодня зайчик мой сколько раз уже ела не наглядывай меня многие спрашивали сколько виза в день раз ест тогда как сегодня вот уже два раза поела время три часа дня вот так вообще кормлю ее утром в обед где-то число в 12 в час так так же когда и сами садимся кушать и на ужин где-то часиков 6 7 и все ну и в принципе в течение дня у них чашки всегда есть молоко какой-то там недоеденный наш суп какие-то косточки из супа там также вот сегодня больше варили выкладывала им борща ну съела все века викусь к вот так что у кошек всегда еды полно в тарелках целый день можно сказать они у нас жуются потом чайку наверно попьем да сразу скипятить чай хотя у нас есть еще минералка у нас даже пепси есть компот вишневый весь выпили мы вот сегодня поливала цветочки обрызгивала отошел у меня этот цветочек которого листики все у него такие сухие были вот я его сегодня обрыскала нормально полила но женское счастье от которого у миленки в комнате она лучше растет как-то быстрее чем этот цветок этот цветок в рост как-то не идет вот он как был мне кажется когда я его пересадила так он и есть а женское счастье прямо хорошо подросло и веточки вытянулись и цветочки новые появились а этот вот как-то или мне кажется может я привыкла сейчас сидим смотрим всякие еще новогодние передачи идут фильмы всякие интересные завтрашнего дня уже завтра четвертое число я с пятого работаю вот завтрашнего дня уже многие люди выходят на работу праздники заканчивается половина скоро рождество я вот еще думаю может быть на рождество выйду с вами на прямой эфир в англируся горе давай может быть рождество поболтаем что делаете а по смуси тут отдыхают папа привет поговори с нами как ты себя чувствуешь пойдет милен а чё тебе там надо тебе чё там надо в кровати ты так до сих пор ходишь без носок с соплями кашляла сегодня полночи и опять без носок вот не заставишь ее надевать носки вообще никак все милен а чё ты там ищешь стирала тут постельное белье по всем дверям развесила вся сушилка опять у меня битком забитая вся еще даже не всю корзину опустошила вообще столько стирки за 1 копилась за праздники офигеть можно кстати напишите кто кто кушает ермолинские полуфабрикаты хинкали у нас еще есть блинчики мы сегодня грели на завтрак с мясом и творогом тоже очень вкусно некоторые продукты вот эти ермолинские мне вообще очень нравится это вот эти хинкали сочинские блины домашние с творогом и с мясом вот а тот где у тебя который ты новенький с кошечкой купила то вели она все время берет эти 10 реки в школу и постоянно теряет вот мы в этот раз когда на новый год покупали игры купили кошелечек с кошечкой и она сейчас еще этот нашла милен надень носки пожалуйста готовлю ужин на ужин у нее сегодня будет салат из капусты и яблоко с капустой с яблоком мелко-мелко капусточку покрошу у нас боня блин загуляла зараза такая кошка вся и страдалась орет постоянно на улицу на улицу ей боня это елизаветы мама она буквально наверное месяца 4 назад тоже была в загулях мы подумали что она нам принесет котят никого не принесла и в ней какая-то ложная беременность что ли было непонятно она начала по углам бегать прятаться такое ощущение создавалось что как будто бы она родила как она все время себя вела и значит так ничего и не произошло она потом начала пытаться выкармливать лизу как будто бы она ее только что родила в общем у нее какие-то были такие непонятные чувства вот и сейчас опять по полу кувыркается постоянно просится на улицу в общем не знаю когда это кончится сколько можно это уже по 14 лет кошкам 15 уже пошел и они как сумасшедшие никак нагуляться блин не могут не хотелось бы конечно уже котят потому что в последний раз когда вот у нас елизавета осталось кстати хотят вот у нас не было уже столько времени вот сколько елизаветки елизавета это был последний приплод достаточно давно вот лизе будет уже летом 3 июля елизаветки будет два года уже такая достаточно большая девушка у нас выросла вот и больше котят у нас не было столько вот времени ставили уколы стерилизовать их не нужно меня многие спрашивают настя почему не простерилизуете нельзя кошки уже взрослая стерилизовать можно до 7 лет максимум а потом как мне объяснила ветеринар только на свой страх и риск если кошку стерилизуете будьте готовы к тому что кошка может не выйти из наркоза поэтому я сначала думала об этом пока ветеринар мне вот так вот не сказала что можете конечно стерилизовать но всякие могут быть последствия поэтому я не стала брать грех на душу я бы потом себя винила бы в этом если бы так получилось поэтому пускай уж как будет так будет а вот эти вот уколы которые мы ставили почему мы сейчас их не делаем тоже спрашиваете потому что после этих уколов у нас у белой кошки вот у бони у нее начались какие-то шишки появляться вот и когда мы вызывали ветеринара я не помню уже для кого то ли приезжала к нам домой вот она пояснила это тем что у кошек развиваются раковые опухоли в общем нельзя ставить эти уколы вообще у них какой-то получается гормональный сбой и в общем кошки могут заболеть и все и умереть в общем мы тоже перестали перестали их ставить и вот теперь не знаю что будет но не ставим мы их наверно уже около года точно не ставим и вот пока нету никого я думаю может быть все таки уже влияет их не возраст что нету котят ну и дай бог чтобы так было потому что все таки это уже что завтра кушать так ну вот хватит наверное пол яблочкой капустки столько мира дегустирует дегустирует салатиком капуста яблоко маленько уксуса чуть-чуть и масочка вкусно вчера нечаянно выключили водонагреватель сегодня смотрю на что-то вода бежит вместо горячей холодная включили сейчас пока нагреется неизвестно большую мощность поставила на пятерку уже часа два прошло и вода до сих пор теплое уже бежит но еще не горячей сегодня хочу скупаться голову помыть не могу никак заставить мужу и стопить баню буду купаться в ванной с вами прощаться всем пожелать вам в новом году здоровья успехов счастья увидимся с вами завтра лиза грызет мне пятни и все